Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Игорь Горзоевский, и мы посмотрим вновь разборы партий. Давненько ничего не было на канале, ну сколько? 12 дней, если не читать стрима от Вячеслава, поэтому давайте потихонечку разгоняться, освобождать графики для того, чтобы и мне записывать, и вам смотреть. Итак, партия 47-го японского титула Тенген, розыгрыш титула. Это достаточно нашумевшая история, то, что Секи Катара, по-моему, второй или третий, или четвертый, дан про был, даже не помню, какой именно, сумел пробиться в финал одного из основных титулов, коих в Японии 7. Встретился он там с Ичири Кирио, одним из сильнейших игроков Японии, соответственно, и произвел сенсацию только тем, что уже играет в финале против такого именитого оппонента. Но на самом деле век ботов. Ничего удивительного, мне кажется, этом нет, потому что спокойно занимался дома, упорно, сутками напролет. Вот. И если достаточно, имеешь хороший счет, если в целом достиг неплохого такого базиса, то можно совершенно спокойно, ну, просто за счет вот этих занятий с ботом прокачиваться. Поэтому, думаю, такой феномен далеко не редкость будет в ближайшее время. Вот. Думаю, сейчас уровень у многих игроков, скажем так, приблизится к мировому топу. Не только японцев, а в целом. Тогда все, введение закончено. В общем-то Ичири Кирио играл здесь черным цветом, Исеки Котаро, соответственно, белым цветом. Думаю, многие уже партию могли видеть, но, тем не менее, разобрать ее все равно, думаю, не повредит. Вот. В целом, по Фусеки, наверное, даже сказать-то особо нечего. Все совершенно спокойно было. Никто, грубо, не ошибался. Единственное, что здесь ход от Секи был. Блин, как странно говорить, от Секи, когда ты знаешь, что Секи — это обоюдная жизнь. Необычно достаточно ход от Секи был. Все равно, блин, странно звучит. Необычный был ход от Котара. Котаро. Блин, у него вот реально гошная фамилия. Вот был бы Секи Кого. Типа Секи Ко-Иго. Типа Кого. Ну, ладно, все, хватит к вам вырить. Итак, соответственно, такой вот накрывающий ход. На самом деле, в большинстве случаев играется сюда. Есть вообще играть в этом направлении, в направлении накрывания, скажем так. Почему так лучше? Да потому что дальше на этот камень намного больше давления можно будет оказать. Потому что, если внезапно решит здесь Биан не защищаться, ну, как бы Кейма смотрится весьма приятно. Прямо как на такой ход, если не защититься, ну что, Хадзаму играть? Ну, это всегда дополнительные слабости. Это далеко не всегда может быть приятно для белых. Поэтому ход создавал бы больше давления, и при этом, на самом деле, соединение с этими камнями лучше. Кроме того, можно было расстрелиться, соответственно, классический ход. Что-то типа такого разыграть. Не сказать, что это прям дает какое-то гигантское преимущество белым, но почему бы и нет. Вот вполне себе вариантик. К примеру, такой. Вот в парсе, естественно, и Чирики в сторону защищается. Не ошибка ни разу. Вот и белый возвращается к этому плану. Но только черный стал ставить покрепче. Вот и поэтому выбирает здесь вариант, связанный с активной борьбой, с разрезанием. Играть что-то типа такого, ну, наверное, было бы не особо хорошей идеей. Ну, потому что очень уж... Даже непонятно, так что ли, доиграть? Ну, ты что, аты какие-то страшные. Даже начать с такого хода уже какие-то вопросы могут возникать. Вот, в общем-то, сверху, в любом случае, уже стоит слишком много камней. Это не столь здорово. Ведь может какой-нибудь такой ход применить. Весьма интересно может смотреться. Какая-то, да, весьма интересно смотрится. Вот, в общем-то, ну, что, сюда играть? Это может даже пожертвовать. Ну, не так много очков здесь у черных, у белых. Весьма себе мощная позиция. Ну, такой вариант немножко экспромтом, но в целом выглядит достаточно забавно. Вот, и видно, что вот эти два камня как-то они, ну, переконцентрированы. Слишком близко стоят к очень прочной позиции черных. А сама эта прочная позиция очков-то ведь так много и не дает. То есть вся эта зона, ну, 20 очков. У белых слева вряд ли будет меньше, как вы понимаете. А у белых еще и правая сторона, и коми, и все на свете. Поэтому не хочется идти на такой вариант. Кроме того, не хочется идти на вариант с запиранием. Вот такой вот существует. Ну, там, так вот. И потом... А, паника. И потом как-то, не знаю, добирать камень или еще что делать. В общем-то, сразу решил порезать. Потому что эти камни мощные, они уже создают силу. И вместо того, чтобы получать перегонцентрацию, он говорит, что вот эти камни не будут перегонцентрировать. Они будут приносить пользу в виде того, что я буду давить на белые камни в этой области. Вот тем более лесенка работает здесь за черных вот такая. Упрямо все вот этот камень. Поэтому, разумеется, этот камень забирать нельзя. В лесенку белый бы очень хотел. Вот. Ну, раз не может, то вынужден он усиливаться. Забирает. Не, ну как, не забирает. Угрожает забрать этот камень. Соответственно, забирание этого камня становится сентой. Либо такой охот становится сентой. Иначе углубят проблемы. Поэтому надо иметь в виду, что белый всегда такой камень получает безвозмездно. Да, вынужден будет здесь черный пробивать, если не хочет набреть углом. Вот. Ну, естественно, стыкание с этим камнем. Форма весьма корректная, приятная. Вот. И черный, понимая то, что вот это соединение, оно очень противное, что вот этот ход сента в самое ближайшее время постарается это прикрыть. Но для начала пока что он угробляет эти камни для того, чтобы ну, в целом не страдать, да, чтобы продолжить как-то борьбу и на эти камни надавить, и на эти камни продолжить давление. Вот. И по итогам все бегут. Вот. Единственное, что белый слева закрывает территорию. Вот. Но при этом при всем у черного все весьма крепко. Вот. И никаких ошибок здесь в принципе-то и нет. Единственное, что мне не совсем понравилось, как здесь было сыграно со стороны прежде всего черного. Связано прежде всего с этим разрезанием. Ну, как-то по ощущениям это было немножко оверплейно. Надо понимать то, что белый все же, мне кажется, покрепче. Слева вообще никаких проблем. Тут ход сента на построение формы. Поэтому черный пытается бороться двумя группами против одной. Поэтому он начинает возвращаться, защищаться, укреплять свое соединение. Ну, конечно, тот самый ход. Конечно, это то самое атари. Вот. И после этого видно, что в целом белый не против бороться. Тут какой-то полуглазик, тут какой-то полуглазик. Тут камни поддержки. Тут тоже камни поддержки для этой борьбы. Вот. И в целом тут ну, в принципе, ровненько, но по ощущениям вот я бы, наверное, играл за белых. Потому что еще против всего вот этого тоже можно взять и укрепиться. Значит, давление на эти камни, соединение этих камней между собой. Вот. Времени нет здесь у черных на то, чтобы как-то спокойно и пассивно отыгрывать. Надо понимать, что любой ход становится Сенте. Даже такой самый грубый и не особо даже так красивый. Но то, что белым помогает. Территория тут немножко уменьшается. Вот. И это все позволяет сказать с уверенностью, что эти три камня находятся все же в зоне влияния белых. Равно, как и эта группа. Да, белый дал часть территории, но это же естественный процесс, когда мы отдаем часть территории в обмен на атаку, на дальнейшее приятное для нас развития событий. Это всегда достойная компенсация. Вот, в общем-то, черный это прекрасно понимает, поэтому поворачивает, наращивает себе степень, усиливает свои три камня. Вот. И если до этого момента я мог сказать то, что в целом Секи Катара, наш свежеиспеченный, седьмой дан про, да, стало сказать, это, соответственно, то, что он вышел с финала лурнира крупного, ему сразу присутствовали седьмого данного. Хотя он был, опять же, третьим условно. Так что это весьма необычно. Вот. И на самом деле он этой игрой показывает, что на самом-то деле он очень достойно играет и достоин быть на лету розыгрыша турнира, титула. Он до этого, по сути, ошибок у него и не было. Вот и первая ошибка тут была, я причем-то достаточно сильно удивился. Вот это из разряда хочу сыграть оптимально, да, и не хочу защититься по форме. Вот совсем недавно, не совсем недавно, две недели назад краски, был у меня похожий пример, шорт, выбор формы, если помните, такой видосик на нашем канале РФГ. Вот там краски было то же самое. Вот можете остановить тут и подумать, а куда же тут надо было играть. Конечно же, по-честному, тигриная пасть, форма крайне стабильная, крайне мощная, никаких проблем сразу в глазное пространство, сокращаем степень, улучшаем соединение, да, будет какой-то прорыв, но эти-то камни ослабли, белый уже доволен должен быть. Вместо этого он получил, ну, сами знаете, как эта форма называется. Не буду заниматься лишний раз именованием любимых форм своих. Да, и форма стала намного хуже. Да, может быть, тут есть изоляция, казалось бы, предотвратили там прорыв от этих камней в направлении правой стороны, но все же соединение всех этих камней старались желать лучше. Начали то, что ты куча ходов здесь сэнта, 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 узора, разрезания, в общем-то неприятно. Такой ход, разумеется, тоже оказывает давление. Ты форма белых здесь стала ощутимо хуже, ты не самая приятная борьба, скажем так, началась. Вот и тем самым черный наконец-то начал немножечко выходить вперед. В принципе, надо понимать, что Ичирики у нас парень известный, поэтому явно был фаворитом в этом матче. Вот и наконец-то здесь он начал вперед выходить. Да, кажется, что два камня отрезаны и все пропало, шеф, все пропало, как говорится. Но важно понимать, что надо постоянно возвращаться и защищаться. И даже сейчас у этих камней все еще остаются различные рода арти. К примеру, можно сказать, сюда и сюда. Сюда не сходишь, потому что это все забирается в лесенку. Поэтому только здесь хорошо. Значит, этот ход стал сэнта. Тоже какое-то укрепление постоянно происходит. Форма черного становится прочнее, угол становится больше. То есть это все еще можно как-то использовать. Плюс тут потенциально какие-то там отзумари могут, поэтому еще здесь черный дополнительно усиливается и как следствие эти стреками все слабеют, слабеют. Да, справа потери, но опять же черный взамен укрепился. Белый поэтому сходил сюда, но опять же черный в целом всем доволен. Наконец-то происходит атака трех камней в центре. Стандартная метода атаки. Очень хороший пример Leaning Attack в английском это называется. Прилипаем, если оппонент как-то усиливается, этим конем становится все хуже, хуже и хуже. они тут обречены на провал можно так сказать. Партия закончена, слишком большая потеря в центре. Из ниоткуда тут 20 с лишним очков возникает, даже скорее 30. Это не компенсирует ни разу все эти потери. Поэтому вынужден здесь белый игнорировать. Но что это значит? То, что у черных наконец-то карт-ланш на разрушение левой стороны. И при этом всем пока он разрушает, он же еще и себя укрепляет. Поэтому черный здесь был максимально доволен, как мне кажется. Видно, как страдает все слева. Вы нужны здесь белый уйму ходов на то, чтобы просто выжить. Черный отмен просто аннигилирует угловую позицию. Вот и дальше оставите видео и подумайте, куда бы вы сходили. Ну просто подумайте. Я скажу куда. Вот максимально простой, максимально напрашиваться. Просто взять и порезать. И как тут реагировать ума не приложу. Сюда полетит отаре. Уже соединились, уже все хорошо. Черный лидирует по территории еще вот этих приобретений. На часть зоны белых стал очками черных. Три камня никуда не тянутся. все лишь три степени. У черных очевидно больше степеней. Так так. Прыгнув. Уже не хватает степеней. Все. Камни были бы захвачены. Белый бы соединился. из-за это он порезал. Не произошло то, чего никто не ждал. Не только Эсеки Катаро сумел выйти в финал. Он еще и выиграл первую партию. Потому что внезапно казалось, что черная группа не живет. И Черекирь ее здесь сдался. Просто потому что дал себя отрезать. Ну не сказать, что прям вот что-то сложно это и честно говоря я очень удивлен, что Череки так просчитался максимально грубо. Это реально очень грубый просчет. чуть ли не зевок можем сказать. Но тем не менее проигрыш он и в Африке проигрыш. Несмотря на то, что он в партию вышел вперед в этот момент. Но в целом до этого Секи держался очень хорошо. вы понимали преимущество черных колоссальное. Кажется есть, но это условно очка 3, поэтому вполне можно играть дальше. Проблем супер существенных черных не испытывал. Вполне себе играбельно была позиция. Однако Мичрики прозевал и погиб. Вот такая получилась партия. Что интересного? Интересное накрывание. Смотрели не самый лучший ход, тем не менее. Вполне себе не стандартно. Крепкая игра от Секи стоит заметить. Если будет еще одна звезда на японском не по склоне Гоито разумеется нас всех порадует я думаю. очень красивая атака от Ичирики. Хорошо наказал закривую форму, усилился за счет прилипания и жестко протоковал, тем самым выйдя вперед. И вот такая партия. Надеюсь, она вам понравилась. А на этом сегодня у меня все. Спасибо!